Приветствую всех любителей шахмат, предлагаю вашему вниманию сегодня интересную партию Магнуса Карсона против Самса Ниссии, Хельсинки 2002 год и 11-летний малыш Магнус в партии против более опытного международного мастера применяет отложенный гамбит Хэллоуина. Давайте посмотрим как это было в партии, Е4, Е5, Магнус играет белыми, последовал ход К3, напали на пешку Е5, черный играет К6, К3, К6, казалось бы перед нами скучный вариант четырех коней, но уже здесь на самом деле белые могут побить на поле Е5 и после К5 пойти еще Д4, потом пойти Е5 отбрасывая черных коней назад в стойло. Но в партии Магнус Карсона применяет отложенный гамбит Хэллоуина, он играет сначала А3 и после хода Ж6 достаточно неосторожный ход, лучше за черных пойти либо Д5, либо попытаться поставить слона на поле ЕС, чтобы как можно быстрее спрятать в надежную крепость черного короля. После же Ж6 Магнус смело уже наносит удар К5, К5 играет Д4, белые пожертвовали на пятом ходу коня всего лишь за пешку, но при этом пытаются отбросить фигуры черных как можно дальше назад в стойло, так можно сказать, коней. Последовал ход Д5, лучшим продолжением за черных был ход либо конь Е5, либо ферзь Е7, пытаясь как-то наладить контр-игру. В партии же последовал очень даже нелогичный ход, конь Б8, международный мастер играет именно так, непонятно почему. И белые отвечают Е5, пешки идут вперед, попытка отбросить и второго коня назад, конь Ж8, Д6, такой пешечный клин, теперь серьезные проблемы у слона С8, у слона Е8 непонятно куда ставить. Последовал взятие, взятие пешкой, черные играют ферзь Ф6, нападая на пешку Д6, Магнус вполне логично отвечает конь Б5, хотим где-то дать шаг на поле С7, ну и также просто защитили пешку. Последовал ход конь А6, Магнус развивает фигуру на поле С4, слон идет на поле А6, ферзь Е2, шаг, король идет на Ф8, слон Е3, достаточно хитрый ход, теперь предлагается размен на поле Е3, после чего вскрывается линия Ф для ладьи H1, ну и попытка при случае конечно уйти в 3-0. Взятие Н3, взятие пешкой, ферзь H4 шаг и Магнус спокойно закрывается, вполне логичный ход. Черные предлагают размен ферзей ферзь H5, ферзь F2 уклонились, попутно создавая угрозу мата в один ход, последовал ход ферзь F5, ферзь идет на поле Е2, ферзь H5, черные уже повторяют позицию, ферзь F2 играет Магнус, возможно сильнее было разменяться на поле H5, потом пойти ладья F1, у белых все равно серьезная на самом деле инициатива, возможно недостаточно для победы, но позиция с перевесом в пользу белых. Последовал ферзь F2, то есть Магнус уже согласен на ничью, не видит как усилить позицию, черные играют ферзь F5, ферзь Е2 и здесь черные неправильно оценили позицию, они решили играть на победу, сыграли коня H6, прикрывая пункт F7, последовал ход ладья F1, возможно лучше было сделать сразу 3-0, но после хода ферзь H5, опять же можно было очень сильно напрячь черных после размена на поле H5, допустим взяли съели и в этой ситуации сделать 3-0, непонятно как развивать тоже фланг, серьезные проблемы у черных после 3-0, атака будет продолжаться даже без ферзей, ну и вход, который последовал в партии, тоже вполне достаточен, ферзь F2, напали с матом, ферзь Е2, ферзь Е5, черные также продолжают играть на победу, 3-0, убрали короля, защитили пешку на поле B2, фигуры у черных очень пассивные, 3 фигуры стоят по 8-й линии, слон не может выйти и войти в бой, кони стоят по краям доски, фактически 1 ферзь такой занимает только хорошее поле, последовал ход король G7, ладья D5, пытаемся прогнать ферзя, теперь и ферзь встает на поле Е8, позиция фактически выиграна, ферзь D2, сильнее было поставить ферзя на Е3, но Магнус рвется к центральному полю D4, и хочет как-то атаковать черных по черным полям, последовал ход ладья E8, шаг на поле D4, F6, G4, это ограничение, не пускаем коня на F5, ну и также угроза продвинуть пешку вперед на поле G5, создавая давление на пешку F6, последовал ход B6, попытка вывести слона на поле B7, и хоть как-то доразвить свои фигуры, Магнус играет жестко, нужно торопиться, фигуры все-таки не хватает, нужно развивать инициативу немедленно, последовал ход конь F5, это уже серьезная ошибка, позиция и так проиграна, возможно, лучше было все-таки коня попытаться как-то отвести в стойло, укрепляя пункт F6, после же конь F5, взятие на F6, неосторожный ход ладья F6, и последовал тактический удар, ладья бьет F5, взятие пешкой, шаг, теперь выясняется, что на отход короля белый забирает ладью на F6, это фактически с матом, и в случае, допустим, короля F6, также забираем ладью, даже на король F8 можно ладью не брать, можно дать шаг, можно и забрать, какая нам разница, выиграть на ход раньше или на ход позже, позиция абсолютно выиграна, поэтому в случае после хода ладья G1, шаг, пришлось отдавать сильнейшую фигуру, черный отдают ферзя, взятие на G6, возможно, лучше было взять пешкой, но тоже черный и там проигрывает, можно просто ферзем ворваться на седьмой ряд, после взятия королем, слон идет на поле D5, ладья B8, и последовал ход E4, попытка как можно больше освободить пространство для атаки на черного короля, слон B7, взяли на F5, ладья F5, и спокойный тихий ход, ферзь G4, король идет на поле F6, шаг с H4, король G6, и убираем слона с размену, идея поставить слона на поле D3, нападая на ладью, потом где-то в будущем ферзь G4 добавить, конь C5, B4, немедленно задаем вопрос коню, предлагаем ему определиться, конь отходит на поле E4, конь C7, последовало взятие на D6, это уже серьезная ошибка, после чего белые просто выигрывают этого коня, такая вилка на короля и коня, и черные сдались, действительно играть потом будет тяжело, ну и после сильнейшего хода, допустим, ладья F8, можно было сыграть слон D3, ладья F4, допустим, далее шаг на поле G3, король H6, далее шаг с H3, добрались до пешки на поле D7, после чего позиция, конечно, тоже в пользу белых, то есть пешка превращается в серьезную силу, атака на черного короля все так же продолжается, где-то слон на поле B7 может подвисать, вот такая вот интересная жертва от Магруса Карсена, напомню вам еще, что ссылка обязательно на историю этого гамбита будет в описании, гамбит, конечно, в классику применять не рекомендуется, это такое, можно сказать, развлекательное, развлекательный гамбит, который играет обычно в Блиц, в быстрые шахматы, возможно, даже против менее опытного соперника, когда ты знаешь, что ты можешь победить как угодно и хочешь немного так пошутить, поразвлекаться, вполне можно применить этот гамбит. Всем, друзья, спасибо за ваше внимание, если нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем добра и хорошего настроения!